О-с-с! Дорогие друзья, мы продолжаем наш специальный мануальный массаж. Итак, сет номер один мы уже делали, да, это вот подготовка пациента, значит, положили его, завернули, подправили, чтобы вот ровно лежал, подоткнули его белье простыню, да, чтобы вот не пачкалось, соответственно, пропальпировали тесты пальцами, да, договор с подсознанием, то мы его покачали, опрос пациента, анамнез, да, что случилось, или что было после прошлого сеанса, да, вот он может с вами поделиться. Поглаживание, это нанесли масса, да, и на руки, и на тело человека. С это один мы делали уже общее растягивание, ой, видите, растирание. Это поперечность, привидные, продольные, можно делать как двумя руками, сразу, да, так и одной рукой, так и рукой с утяжелением, второй рукой, да. Такой ладонью, такую ладонью, в общем, тут уже фантазируйте, как хотите. Закончили техникой стежки, это когда вдоль тела, получается, да, вот крестца между паравирусными мышцами, вот сразу пошло тепло, да. Делим на четыре части, раз, два, три, четыре, да, голову в одну сторону, потом на три части, раз, два, три, потом на две, и на одну. И вот, потом уже перешли на зону, перечелопаточную зону, пояснично-крестцовую зону, ягодичную зону, в общем, все обработали, да. И вот подошли как раз к высшей математике, вибрации, да. Но перед этим я вставил еще выжимку. Что? Да-да. Вставил выжимку. Выжимка, она даже тут, как бы, я ее отдельно не писал, ну, выжимка. Выжимаем мы что? Лимфу, да, гоним лимфу, поэтому она делается медленно и делается на той зоне, которую уже отработали, да. Ну, например, мы уже все до гипотеремии довели, да, вот она покраснела вся. Вот, и после этого вот идет выжимка. Значит, плотно захватить ладонь с утяжением, идем вот туда, да, вокруг как гребня, да, в паховую зону. Потом ведем медленно, лимфа уже медленно течет. И плотно вот в подмышечную зону. Прям ныряем туда. И с лица, с головы, лимфа по грудинно-ключичной соседейной мышце выходит под ключицу, поэтому мы ведем прямо туда ныряем. Вот уже, я до этого шел сбоку, да, теперь вот по центру. Тянем, тянем, тянем. И вот прямо вот туда. Подглубже прямо вот туда вот вводим ее. Ну и пошли вибрации. Все движения, как видите, снизу, вверх, как в голове. В вибрациях нам интересно что? Вот такая у меня есть демонстрационная простыня. Если это ось позвоночника, да, то нас интересуют реберно-поперечные сочинения. Вот как раз они на три пальца примерно отстоят от оси. Здесь над ними находятся паравертебральные мышцы, через которые мы, соответственно, давим. На них же, на эти реберно-поперечные сочинения. Вот если отодвинем мясо, да, вот так вот, вот, то можете пощупать, вот они, видны эти ребрышки, вот они. Вот, собственно говоря, на них мы и давим. Значит, первое, это тряска осины. Потренируйте, чтобы у вас не было пальцев видно, да, вот практически, да, быстро-быстро-быстро-быстро. Рука жасла прямая. Можно и согнуть это делать, да, но это лишнее напряжение на локоть, вам оно не нужно. Да, да, прямой рукой потренируйтесь. Почему тряска осины? Потому что вот для вашей тренировочки можете выйти в парк, в лесок какой-нибудь, да, и вот такой толщины примерно с рукой, да, березка, сина, там что-нибудь найдете, поставили руку и протряслили вот так вот. Должны опасть листва, отпасть должна. Или если орешник, то орехи опадают, или если зимой, то снег, да. Это, значит, признак того, что вы хорошо сделали. Вот, хорошая тряска. И если обычно, я говорил, да, что мы растираем вот наш корпус, вот как восточное ледноборство, да, вот тренинг задаем туда, то это единственный прием, где задает движение пальцев. То есть пальцами растрясаем, получается, вот. Поставили на крестец, спустились чуть вбок, минуя ассистаты отростки, вот промахнулись между ними, и идем вперед с натяжкой, с утяжелением, растрясаем мышцы. То есть уже не кожу, да, а уже через мышцы в ребра. Поэтому шаг я делаю, видите, вот такой вот. Отсюда начал, да, и всем весом я вот давлю-давлю, видите, мой корпус дошел докуда. Второе движение – это змейка. Ну, я уже показывал, да, что тело человека, оно, как змея, состоит из сочленений, которые должны быть все подвижны от хвоста до носа, да, как у змеи. И вот тут, значит, мы берем. Ну, давайте потренируемся. Сначала двойной кольцевой захват, как в классике захватили, развели, да. То есть большой палец работает против противоположных пальцев руки. Вот. Ну, удобно обычно вот тут показывают. Двойной кольцевой захват. Да, здесь мы его делаем только для параллельно-бральных мышц. Захватили мышцу, да, и вот ее. Вот так вот, змейка, потому что она идет, видите, вот такой складочкой. При этом, заметьте, я вот уже нахожусь вверху, а вот таз еще до сих пор шатается. За счет чего? За счет того, что я запястьем вот раскачиваю. Вот видите, я запястьем раскачиваю. То есть вообще филигранность нашей работы в том, что если вы как бы вот начали массаж делать, то желательно все время, все, вообще время, все процедуры, тело раскачивается, да. Вот я, например, лопатку уже делаю, вот, а тело все равно раскачивается. Я думаю локтем, а тело все равно качается, видите. Таким образом, во-первых, он расслабляется больше, человек, да, во-вторых, у вас получается расшатывание позвонков дополнительно идет. Значит, вот, еще раз повторяю, захватили змейку и вот расшатываем. И мышцу массируем, и одновременно тело качается. Это были плоские координаты вдоль стола, да. Теперь добавляем третью координату вверх. Техника каблучки, вот написано, декартовая координата. То есть здесь мы действовали на паровидобральное мышцы. Теперь уже на реберном поперечном сочинении каблучки. Мы в реберном поперечном сочинении как бы вот так втыкаемся, по 45 градусов вперед и вниз, как вот, знаете, как течетко танцуют вот так вот каблучком вперед. Вот тут пропускаем почки и плавающие ребра, а дальше уже можно посильнее. И уже можно их хруст и слышать. Вот, для чего вторая рука нужна для того, чтобы просто поострее было. Толщок такой, да, толщок мы делаем плечом, а вторая рука просто поострее делает. Где-то вы видели, что там вот выпирает ребрышка, да, можно прям сюда вот посильнее и головой кочнуть. Голову прям подбиваете, как маятником. Голову добавляете в толщок. И теперь вот самое сложное, это цилиндрические координаты. Ну, то есть у нас ось тела человека остается на месте, да, это позвоночник. Вот это крестец, и от крестца, вот R стоит радиус, да, то есть вокруг крестца мы, ну, вокруг всей оси, мы закручиваем тело человека. Лаика в том, что вот все позвонки, они должны быть на одной линии. Астисто-отростки, да, вот, пальцы символизируют астисто-отростки, они должны быть на одной линии, но у нас часто бывают они вот в разные стороны вот так развернутся, да. Наша задача их пальцем подбить, вот так вот развернув, вернуть назад. Ну, конечно, в реальности они не повернутся так просто, но это, еще раз говорю, это все, подготовка к дальнейшим манипуляциям мануальным, когда уже будет правка. А то у нас позвонки, как у Воротина, помните, у нас вот не такое дело. Значит, из трех движений состоит. Первое, это выжимка с утяжелением, да, только тут я вот на палец давлю. Второе движение, это тест. Вот мои подушечки пальцев очень чувствительные. Мы между позвонками и параллитебральными мышцами сюда вот внедряемся пальцем. И идем и чувствуем, где-то там будет мышечный тяж такой натянутый, да, где-то может быть липома какая-нибудь, где-то может быть там позвонок сдвинут будет, да, где-то может быть вообще прям непроходимое место, вот вообще прям мышцы прям срослись с позвонками, да. Вот идем и все проверяем, где-то ямочка будет какая-то, ну, вот у тебя все хорошо. Ну, и сами подбите, это вот туда толкчок в каждый позвонок. Особо позвонки не надо считать, сколько в этом сделали, да, сколько есть, столько есть. Ну, примерно у них расстояние между позвонками по два пальца, да, по два пальца отступаете и подбиваете. Вот, и теперь все эти три движения объединили в одно. Смотрите, если человек терпит, можно вот так вот надавить, да, то есть ногтя, конечно, у вас нету. Если не терпит, да, можно помягче вот так надавить. Помягче. Вот так. Или вообще не терпит, можно палец туда вот так вот развернуться, будет еще мягче. А утяжеление делаем на вот этот палец. И, соответственно, вот тут я за таз, видите, сразу повернул, подбиваю и за ребра улетит, доворачиваю еще вот за ребра, видите. И это первое жесткое внедрение в тело человека. Уже переходим дальше, ну, как бы подсознание подсказываем, что будет более глубокая работа, да, терпимо? В общем, человек всегда спрашивает, если он терпит, то можно его так вот сделать, да. То есть утяжеление на большой палец идет, вот, а так терпимо? Вот так вот я поострее, видите, сделал. Вот, первое жесткое внедрение в тело человека. И по нашему правилу, где закончили, там мы продолжаем, будем делать следующий сет с плечом и лопаткой. И уже начнутся кулачковые техники, техники леопарда, шестереночки наши любимые. Ну, а в этом в следующем сете, сете номер три.